Знакомьтесь, вотголд.ру. Это новые контейнеры с кучей золота и танками от 99 рублей. Уникальная сборка чертежей поможет заполучить желанного зверя себе в ангар совершенно бесплатно. Переходи по ссылке в описании и получи 20 рублей на счет. Вотголд. Гарантия золота в каждой коробке. Всем привет, дорогие друзья. С вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать бой на тяжелом танке ИС-7 на карте Энск. Сражение очень интересное. Рекомендую досмотреть до конца. Но основная тема данного видеоролика будет то, что, собственно, остался один секретный, так скажем, танк. Ну, не совсем секретный, но, по крайней мере, неизвестно, для чего он. И, в принципе, я думаю, что ответ лежит, так скажем, на поверхности. Есть некоторые факты, которые скажут, что же это за танк такой советский. Ну и, кстати, не забывайте подписываться на канал и ставите лайки в комментариях. Также, ну, там, пишите что-то по делу. Выигрывайте, собственно, золото, которое вам пригодится еще в игре. Ну и давайте же приступим. Кстати, не забудьте в комментарии, конечно, указывать ссылку на профиль ВКонтакте или хотя бы игровой ник. Говорю я о танке Объект 777 Вариант 2. Дело в том, что многие пророчили этому танку судьбу награды за ранговые бои или за линию фронта. Но не тут-то было. В принципе, та информация, которая была, она подтвердилась о том, что этот танк не будет за эти режимы. Не будет он за что-то другое. И, конечно, это означает, что танк будет за какую-то другую активность. Какую сейчас я и расскажу вам. Ну, вы можете видеть, как выглядит этот танк. У него, конечно, блатное такое название. Объект 777 Вариант 2. Все пацанчики на районе просто будут мечтать об этом танке. Ну, и, конечно же, хочется сказать, что вроде бы машина по ТТХ довольно неплохая. Ну, быстрая, такая резкая, с хлестким орудием, с крепким бронированием. Посмотрим, что выйдет, как бы, на релизе. На данный момент, я думаю, что танк, скорее всего, готовится к новому событию. В принципе, ВГ подтвердили, что они, как бы, под каждый вот сейчас вот режим стараются какую-то награду сделать. И тут стоит отметить, что в одних из ответов разработчиков было сказано, что в этом году будет делаться совершенно новый режим, ПВЕ-режим. При этом этот режим будет историческим, то есть это не какой-то там фан-режим типа Хэллоуина и так далее. Это будет историчный режим, где игроки будут сражаться против ботов, командой, возможно. И разработчики сказали, что очень долго, собственно, работали над искусственным интеллектом в игре, что, в общем-то, старались сделать их максимально такими, ну, более-менее интеллектуально способными, там, какие-то принимать решения более-менее грамотные, ну, по крайней мере, если сравнивать с другими компьютерными противниками. Ну, и в целом, получилось ли это у них или нет, мы узнаем в этом режиме. Сказал об этом Слава Макаров, если вдруг не верите, можете найти это интервью, насколько я помню. Еще это говорилось в начале года, где все вододелы там собрались. И основная, собственно, цель данного режима, посмотреть, будет ли толк от этого. Стоит ли дальше, ну, как бы, продолжать работу в этом направлении ПВЕ режима, или же все, как бы, для танков это закрытое направление. ВГ, конечно, не любят терять просто так ресурсы, но пока что у них не очень-то хорошо все это получалось. Потому что в том же ПВЕ режиме, ну, если вдруг вы помните, на Хэллоуин, там боты были чрезвычайно тупые, и, в общем-то, никакого особого интеллекта у них не наблюдалось. Но, как сказали в ВГ, тогда они отдали, как бы, Хэллоуин на аутсорс, ну, то есть, другим разработчикам, по сути, чтобы они его сделали. Но, в итоге, они его сделали коряво, при этом эти разработчики-американцы там были. И ВГ поняли, что лучше так не делать, лучше все самим там делать, учиться, чем кому-то там отдавать. Потому что режим получился весьма унылым, и то ВГ потом пришлось его доделывать. Ну, и в этот раз какое-то масштабное событие, может быть, в котором, наверняка, ВГ как раз и выставит эту главную награду. Но это, конечно, не 100%. Тем не менее, я считаю, если ВГ потратили реально много ресурсов, то они постараются все-таки привлечь к этому режиму много внимания. Также из других вариантов, за что этот танк может быть, это вариант с бонами, боновым магазином. ВГ сами говорили о том, что боновые танки сейчас им, ну, как бы, интересны. То есть они, как бы, делают вроде как магазин, собирают там танки, какой-то пытаются такой более-менее хороший ассортимент там сделать. И для этого требуется время, поэтому они и взяли паузу, поэтому и не стали вводить боновый магазин. Возможно, потому что он был там наполовину пустой, и кому такой вообще боновый магазин нужен, как говорится, больше хейта вызовет, чем какого-либо, ну, хорошего такого отклика от аудитории. Поэтому как раз вполне вероятно, что этот танк может быть за боны. Ну, а других вариантов особо и нету. Может быть, конечно, там в каком-то ивене, ивенте фановом будет типа Хэллоуина или футбольного режима, но я что-то в это особо не верю. Скорее всего, такая, ну, в принципе, значительная награда будет за что-то действительно существенное. Может быть, конечно, что это вообще награда ветеранам, там, или еще что-то можно предположить, но это уже такие варианты совсем маловероятные. Можете в комментариях написать свой конкретный вариант, что вы по этому поводу думаете. Конечно, какбоновый танк это тоже весьма неплохо, потому что, ну, как ни крути, это танк девятого уровня, и, в принципе, у него неплохие ТТХ, у него блатное название, он еще и советский. У нас, как бы, игроки любят советские танки, но главное, чтобы, конечно, ТТХ были годные, потому что если ТТХ отстой, то и нету смысла, как бы, даже на советском танке играть. Ну, и в целом, если этот танк будет именно как награда за какое-либо событие, то, наверное, неплохо он смотивирует игроков, ну, и все-таки, в основном, сейчас в ИГ как раз и делают танки девятого уровня наградами, то есть за какие-либо события. ЛБЗ 3.0. Нескоро, я думаю, это уж точно, это только, наверное, может быть, в следующем году или еще когда-нибудь, там, ЛБЗ, это такая длительная перспектива, то есть их делают на года, ну, и сложно сделают соответствующую. Поэтому это точно ни за какие, ни за ЛБЗ 3.0, хотя, в целом, конечно, я считаю, что можно было бы уже в ИГ начинать делать ЛБЗ 3.0, хотя, возможно, они этим, там, продленно занимаются. Вот, как вы можете видеть, бой вполне неплохо так прошел для игрока. Я еще так вот смотрю по нику, написано Лиза, значит, возможно, даже, ну, как бы, девушка играла, что весьма неплохо, потому что обычно есть, в общем-то, всякие не очень такие скилловые игроки женского пола, но в основном девушки, как бы, не упарываются в компьютерные игры, но тут, как вы можете видеть, весьма неплохо сражается. Хотя, конечно, то, что женский ник, это, может быть, и ничего и не означает. Вы, наверняка, сами понимаете. Но, в любом случае, сам бой получился весьма даже неплохим, но еще он не завершился, потому что еще остался последний противник, которого нужно, конечно же, добрать. Ну, и наш ИС-7, в принципе, с удовольствием готов это сделать, потому что ему нужно еще больше улучшать свой рекорд по урону, нужно, в общем-то, еще больше, так скажем, себе наград забрать за сражение и урона, и всего остального. Хоть и ХП мало, но, в принципе, это нужно делать. Ну, как бы тут и не послеваться всем, потому что бывает такое, что три танка может целиться одному. Но, в данном случае, посмотрим, как оно все развернется. Вот наш ИС-7 едет вперед, в спешке тут врезается в какой-то столб. К счастью, Объект 705-й не пробивает, вроде бы как он стоковый, и можно ехать, пытаться его разбирать. Естественно, ИС-7 танчит неплохо от борта. Мне вообще ИС-7 нравится, такой вот бодрый танк, в плане того, что он не простаивает там где-то на красной линии, ну, если правильно играть на нем. А в основном старается все-таки действовать весьма агрессивно. Тут мне повезло, конечно, бомбануло у игрока. В общем-то, выстрелил он в своего, ну, потому что не хватало одного фрага на воина. Но, к сожалению, союзник не поделился, как часто оно бывает. И на этом все, друзья. Спасибо огромное, что досмотрели до конца. Особо я, как бы, люблю зрителей, которые досматривают до конца. И теперь некоторый такой бонус для таких зрителей. Кодовое слово, которое, как бы, увеличивает ваши шансы в том, чтобы выиграть голдовый приз. И кодовое слово у нас, собственно, блатной. Так что пишите его и увеличивайте шанс выигрыша. Желаю вам всего наилучшего. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok